Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы делаем обзор евангельских чтений Великого и Святого Вторника. На утренне читается Евангелие от Матфея с 22 главы 15 стиха по 23 главу 39 стих. Темы этого Евангелия «Кесарева кесарю», «О Богу Богово», «О воскресении мертвых», «Главная заповедь о любви к Богу и ближним» и призыв беречься лицемерия и гордости в жизни верующего человека. Мы более подробно рассмотрим Евангелие Великого Вторника, которое читается на литургии прежде освященных даров. Это Евангелие от Матфея, 24 глава, с 36 стиха по 26 главу 2 стиха. Итак, первая тема – это тема о том, как здесь написано, что «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один», – говорит Христос. То есть он говорит о том, что «О дне кончин этого мира никто не знает». Но Христос дает очень убедительную примету. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие сына человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие сына человеческого». Здесь немножко непонятно приметы как бы гибели второго мира – ели, пили, женились, выходили замуж. Но люди всегда едят, пьют, женятся и выходят замуж. О чем же это? Имеется в виду, что они не то пили, не то ели, не так женились, не так выходили замуж, как это предписывается Богом. Возможно, что жизнь людей до потопа, которая проецируется на жизнь людей перед вторым пришествием, была крайне разнузданная. Люди пьянствовали, они ели то, что Господь не разрешал. Например, вкушали кровь, и не только мужчины проявляли активность, женились, то есть силой брали женщин, но и женщины, сказано, выходили замуж. Имеется в виду, что женщины начинали доминировать, проявляли дух феминизма и эмансипации. И главная мысль этой темы – итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Следующая тема – это притча о верном и неверном рабе, в которой говорится о следующем. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его придянадет поступающим так. Истинно говорю, что над всем имением своим поставит его. «Если же раб тот, будучи зол, скажет сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает». Здесь речь идет о том, что верный раб – это тот, который со всяческим усердием исполняет послушание перед Богом. А неверный раб – это тот, кто злоупотребляет своим положением и дерзко относится к другим людям. Христос говорит эту притчу в этот день, потому что скоро он сам столкнется с человеческой дерзостью, когда рабы восстанут на своего Создателя Христа Иисуса, будут бить и заушать его. И следующая притча, которая произносится в Великий Вторник, – это притча о мудрых и неразумных девах. Содержание этой притчи тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Здесь мы видим, что эти девы выходят в сретение жениху, то есть они ожидают жениха, они верят в его пришествие, но одни запаслись маслом, необходимым для того, чтобы светильники горели, а другие не запаслись. И когда в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему, тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. Масло – это то, что указывает в Библии на помазание от благодати Духа Святаго. И мы помним, что смысл жизни христианина – стяжание благодати Духа Святаго, когда верующий человек самым рачительным образом оберегает ту благодать, которую стяжает в Святой Церкви через святые таинства. И неразумные девы – это те, которые не оберегали благодать. Как в книге притч сказано, пусть источники того колодца не разливаются по улицам города. Они вели себя опрометчиво, и когда пришел жених в полуночи, не оказались достойными, чтобы встретить его. Этой притче Христос может указывать на Ветхозаветную Церковь, которая при внешнем соблюдении всех ритуалов и обрядов потеряла приверженность благодати Духа Святаго. Ведь действие Духа Святаго – это действие любви. Как апостол Павел пишет, «Любовь Божия излилась в сердца ваши Духом Святым». А именно любви не хватало ветхозаветным верующим людям. И только немногие из них, те, которые составляют верный остаток, они сподобились сохранить любовь в своем сердце и принять, встретить Христа и Иисуса. Далее дается притча о талантах, в которой говорится о том, что господин раздал таланты разным людям и разное количество талантов, и через какое-то время пришел и потребовал с этих людей, чтобы вернули ему таланты. И люди разумные – это те, которые не просто вернули таланты, они их еще и приумножили. Так вот, неразумные люди, они вернули то, что получили, и не более того. Без сомнения, еврейский народ получил от Бога очень много. Это и закон, это и пророки, и Писание. Но многие как бы зарыли свои таланты буквально в землю, то есть не использовали это богатство для того, чтобы ожидать Христа и Иисуса в его первом пришествии. И было сказано, «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. И следующая очень важная тема – это тема о грядущем суде. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Итак, в Великий Вторник Христос рассказывает о грядущем суде и указывает на то, что на этом суде будет рассматриваться только один вопрос. Был ли человек милосердным по отношению к другим людям? Ибо суд без милости не оказавшему милость. И люди будут спрашивать, Господи, когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя жаждущим, странником, нагим, больным, находящимся в темнице, и что делает Христос? Он ставит знак равенства между собой и любым другим человеком. Он говорит, так как вы это сделали для одного из малых сих, вы сделали для меня. В этом универсальность христианства, служа любому человеку, независимо от его национальности, религии, цвета кожи, возраста, пола, мы служим самому Христу. Вот такое удивительное повествование предлагает Христос верующим людям именно Великий Торник. И оканчивается евангельское чтение Великого Вторника. Это слова из 26 главы, 1 и 2 стих, «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». То есть, весь Великий Вторник Христос действует как Учитель, который обучает своих учеников, который предлагает им разные наставления поучения, вразумления, рассказывает притчи. Хотя Христос знал, что его страдания приближаются, его крестная смерть приближается, но он продолжает благоествовать Святое Евангелие, как однажды он сказал, что он для этого и пришел, чтобы благоествовать жизнь вечную. Как и сказано в Библии, закон произошел через Моисея благодать и истина через Иисуса Христа.